архимандрит пётр кучер беседы и поучения в закарпатской области это на границе с венгрией чехословакии польшей и румынией в 60-е годы при хрущеве жил на приходе один старец монах из закрытого монастыря это был игумен святой жизни уже преклонного возраста приход небольшой храм в котором он служил находился в деревне тячевского района на юге закарпатской области господь сподобил меня несколько раз там побывать к старцу в то время ездили люди со всего советского союза послушать бога вдохновенное слово премудрости и наставления а больные еще и полечиться однажды при мне туда приехали молодые супруги муж и жена с родителями жена еще 16-летняя от раковица была одержима беснованием отец игумен на проповеди объяснил причину ее духовной болезни я слышал об этом впервые за то что без в нее вошел что она вышла замуж будучи несовершеннолетней до 18 лет и хотя это был венчанный законный брак но господь не предотвратил духовного заболевания как бы для нашего вразумления пример того что ранняя половая жизнь влечет за собой духовные болезни господь не столько наказал от раковицу опустив войти в нее бесу сколько сделал это для наглядной иллюстрации окружающим пример того как сказываются на человеке подобные ранние брачные связи и устами этого игумена был поставлен диагноз ее болезни причина брак до совершеннолетия у льва толстого есть хрестоматийная повесть которую когда-то проходили по школьной программе она очень ярко обрисовывает ту духовно-нравственную атмосферу в которой раньше воспитывалась молодежь действие происходило в семидесятых восьмидесятых годах девятнадцатого века повенчались жених и невеста уже в совершенном то есть зрелом возрасте они были здоровы и в телесном и в нравственном отношении родители тоже рады благочестивые молодожены воспитанные по-христиански им бы детей рожать здоровых отпрысков на белый свет да не тут то было приходит невеста к своей свекрови пала в ноги и плачет не о том что вася ходит где-то на улицу пьет и блудит нет о том что муж не выполняет своих супружеских обязанностей что делать ведь она вышла замуж чтобы стать матерью а вася симулирует спит в соседней комнате а оказалось молодой супруг был настолько целомудренным что боялся зайти в спальню к своей жене у него и мыслях не было зачем и вот маме пришлось учить васю как стать мужем и отцом разве наши сегодняшние отроки нуждаются подобных поучениях я сожалею думаю что и вы также о том что в святом месте нам приходится говорить о подобных вещах насколько раньше был целомудренным наш народ поэтому люди были физически телесно и психически духовно здоровы наши предки рожали богатырей которые были так смиренны кратки послушливы что даже не смели взирать на небо работали у поте лица пахали молились это были настоящие ангелы во плоти а что мы сейчас видим сколько бесноватых людей особенно молодежи эти болезни следствие нравственной и телесной распущенности содомских грехов о которых стыдно говорить при детях это извращение телесной жизни страшнее наркомании и алкоголизма люди которые извращают физиологию размножения этичность и целомудрия теряют разум они становятся безумными способными на всякое преступление в библии приведен классический пример для всех времен и народов а содоме гаморе и других городах известных под названием десятиграде которые во времена святого патриарха авраама господь потопил в водах мертвого моря господь уничтожил серным огнем с неба и потопил в водах население этих городов потому что они настолько развратились что хотели изнасиловать ангелов посланных от бога для их обличения эти люди уже так деградировали и духовное телесно что давали бы потомство двуглавых детей физических уродцев в марте 1991 года в риге мы посетили патологическое отделение для наборожденных психиатрической больницы мне видавшему виды на своем веку было очень страшно я вышел оттуда в ужасе ничего подобного нигде не встречалась лежат дети как голова стики голова огромная большая в диаметре от туловище на четверть этой головы это сегодняшние садомляне и гаморяне рождают таких детей ибо нет страшнее страсти чем половое извращение никакие другие грехи не дают столько вреда и таких ужасных последствий как эти если вы сомневаетесь почитайте литературу съездите в другие монастыри посоветуйтесь с медициной только с медициной нет гиппократа от бога и врачи вам расскажут что если развратить человека в отроческом возрасте до 16 лет то это будет потом грубо говоря форменный дурак психический инвалид абуза для всей нации и народа но сегодня враги русского народа насаждают растление в программах школьного обучения и называется это сексуальным просвещением создаются общество по планированию семьи репродуктивности населения учат нас как по плану делать детей наши предки ничего подобного и не слышали максим горький в книге воспоминания о детстве и отрочестве писал что его бабушка родила 18 детей не жизнеспособных слабых лишние рты господь забирает не беда если умрет православно крещенный младенец это ангел он наследует царство божие но что придумали мировые международные силы враги православной россии чтобы ликвидировать веру им нужно ликвидировать нацию для этого они развращают подрастающие поколения в половом отношении преподают секс в школах и эти дети если вырастут до 25 30 летнего возраста будут дебилами они грубо говоря возьмут ножи и пистолеты и пойдут убивать кого угодно родители правителей учителей которые их развратили таким образом сама природа будет мстить тех кто убивал нравственно убьют физически ибо развращение человека это его убийство я благословляю вас родители во имя отца и сына и святого духа если в школе в классе где учатся ваши дети будет внедряться программа полового растления забирайте их оттуда потому что это уже не образование не просвещение о котором мы просим молитве у бога для его прославления лучше соберитесь человек 30 родителей наймите верующих учителей организуйте обучение на дому и все предметы надо преподавать с русской православной подоплекой нам дается разум чтобы мы научились читать и мыслить понимать священное писание и познавать волю божию господь требует чтобы мы живя здесь на земле подготовились к вечной жизни но как же мы будем готовиться к вечности если после подобного просвещения теряем разум рассудок вот так враги нас убивают господь через медицину нас предупредил чтобы мы не покупали заморские продукты не носили импортные вещи так как они все отравлены через ножки буша дело не прошло и враги решили действовать по-другому сейчас они думают как убить русский народ носителя истинной веры православия нас хотят уничтожить через растление через развращение полового инстинкта через расшатывание нервной системы психики разума если нас сейчас лишить рассудка то запад и остальные наши враги вполне будут иметь юридическое право объявить нас неполноценной дебильной нацией вы наверное читали как делал это гитлер и другие преступники против человечества которые через порнографию публичные дома расливали народ во многих городах гитлер расстреливал и сжигал дебилов лишенных разума людей а сегодня программу гитлера довершают международные преступники масоны которые убивают русский народ чтобы уничтожить веру надо защищать наших детей вот если бы мы сейчас вышли на улицу и увидели что убивают 15-летнего отрока то бросились бы сразу ему на помощь так почему же мы не защищаем своих собственных детей которых убивают и развращают на наших глазах сами учителя за границей в той же америки израиле и других странах запрещается даже смотреть на порнографические фото или открытки а вы русские родители становитесь соучастниками творящегося беззакония вы соглашаетесь с антихристом который убивает наш народ мы оказываемся предателями своей нации пусть лучше дети не получат полного образования ведь наши предки 700 800 лет назад не знали того что мы учим сейчас но зато они были нравственно чистыми здоровыми и крепкими веровали в бога и россия не распалась во время татаро-монгольского нашествия а наоборот дух веры сплотил народ нравственная сила и помощь божия помогли освободиться от этого иго татарской оккупации чистота души целомудрие истинная православная вера вот главная наша сила а что творится сейчас лучше было бы вовсе не вступать в брак и не рожать детей нежели отдавать их на поругание бесу нынешние школы это древние языческие блудилища которые существовали еще первые века христианства мы живем сейчас в ответственное опасное для нашей русской нации и народа время ибо оружие сатаны антихрист сегодня руками своих прислужников и инославных и неправославных людей посылает на россию тысячи тысяч миссионеров волков в овечьей шкуре которые якобы несут нам свет евангелия это они западные христиане должны просвещаться от нас они мы от них они давным-давно забыли азбучные истины христианской веры католики уже девятьсот сорок три года как отпали от истинной веры от католиков протестанты от протестантов баптисты и прочие сектанты все народы отступившие от православной веры должны вернуться обратиться к богу встать на колени перед границами россии и сказать господи пошли нам православных миссионеров проповедников из россии чтобы мы покаялись и вернутся снова в лона истинной церкви это не просветители запада к нам едут а помрачители французы американцы евреи поляки а наши руководители потворствуют им как мы можем спасти народ если позволяем убивать наших детей сколько было истреблено людей в великой отечественной войне и сколько погибло мужчин не родившиеся от них дети не дали потомство и через 20 лет в 60-е годы в школах был вакуум некому было учиться россия недополучила огромный процент прироста населения это была одна беда а сегодня убивают молодежь развратом к 20 годам они вырастут дебилами и не смогут родить полноценных детей и продолжить род станут неспособными к воспроизведению здорового поколения и мы будем судимы богом за свое халатное преступное безразличие к судьбе наших детей подрастающего поколения примите меры папы мамы бабушки и дедушки нашим детям грозит истребление их просто убивают в школах сегодняшняя программа обучения не имеет ничего общего с той программой по которой учились мы если до революции учили закону божию то теперь в общеобразовательных школах преподается закон сатаны и так у кого есть голова на плечах добразумиться нам надо сказать всеобъемлющее слово морской термин взывающего помощи сос мы находимся в и надо срочно принимать меры для спасения нашего народа аминь 1 сентября 1997 года источник архимандрит петр кучер блюдите уба как опасно ходите по благословению архимандрита кирилла павлова